Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня гость нашей программы известный ульяновский поэт Елена Яговкина. Елена Яговкина автор книг «Душа и ветер», «Игра», «Радуга чувств» и нескольких других. Елена Яговкина занимается творческим развитием талантливых поэтически одаренных детей. И это очень благородное и благодарное дело. Елена Александровна, гость нашей программы, предоставляем ей слово. Добрый день, дорогие зрители и слушатели Литстудии, я немножечко хочу рассказать о себе. Я Яговкина Елена Александровна. Поэт, печатаюсь очень давно, пишу стихи с детства. Что могу я себе сказать? Я родилась в городе Иркутске, но в возрасте четырех лет мы уехали из Иркутска в город Винницу, Украина, где я прожила до 14 лет. В это время и началась моя творческая деятельность. Уже тогда я писала стихи и даже печаталась в республиканской газете. Но так судьба сложилась, что с 14 лет я переехала в Ульяновск. Это был где-то седьмой класс. Я поступила в четвертую школу, среднюю школу города Ульяновска, где была директором музея Дмитрия Ильича Ульянова. И с этих пор у меня творческая деятельность так и не прекращается. Сначала мои стихи были опубликованы в... Сначала сочинение было. Вот. Есть у революции начало, нет у революции конца к столетию. И это сочинение в стихах было отправлено на ВДНХ. Но судьба злодейка, и она меня потом, через много лет, опять вернула в ВДНХ, где я работала на Международной книжной ярмарке. И там я познакомилась с замечательным человеком, членом Союза писателей Качановым Михаилом Николаевичем. Но все начинается с детства. И поэтому я сейчас расскажу именно то, что меня волновало в детстве, какие стихи я писала в детстве, потому что очень много стихов у меня не сохранилось. И, наверное, вряд ли я сейчас смогу восстановить те стихи, которые были отправлены в ВДНХ. Не знаю, сохранились ли там архивы. Конечно, можно было бы, но я думаю, что не стоит. Хотя бы даже потому, что это все прошлое. Конечно, что-то я напишу о своем прошлом, потому что очень много интересного было в то время. Ведь мы же, как директор музея Дмитрия Ильича Ульянова, мы ездили в Одессу к его родственникам, искали документы. Все это было очень интересно. Встречалась Ольга Дмитриевна Ульяновой, которая приезжала к нам к столетию со дня рождения, потому что я окончила школу в 1970 году. И поэтому вот моя школьная такая яркая жизнь, в общем-то, дала отпечаток на всю мою оставшуюся жизнь. Тем более, что Ольга Дмитриевна Ульянова после школы предлагала мне поступить в МГУ на исторический факультет. Ну, судьба так сложилась, что я не смогла поехать. Брали меня прям без экзаменов даже. Но все-таки я начала заниматься литературой, хотя училась в математическом классе. Вот такой парадокс в моей жизни. И, конечно, математический класс меня немножечко свернул с этой деятельности, потому что я поступила в политехнический институт. И о поэзии я не забывала, но она у меня была не на первом плане. Может быть, по-другому бы сложила жизнь, если бы я поступила сразу в педагогический. Но, наверное, так было угодно Богу, чтобы я прочувствовала абсолютно все сферы жизни. Но поступив в политехнический институт, конечно, я не бросала поэзии, потому что это было уже заложено во мне. И мои учителя стали Лев Николаевич Ницветаев, Евгений Синович Мельников, Александр Семенович Бунин. Начнем с тех стихов, которые печатались у меня в раннем детстве. Ну вот, например, мое сихотворение, одно из первых. Тоже стихи сохранились просто, можно сказать, чудом. Это детские стихи. Я, когда приехала сюда, у Леяновска, Нина Черновалова, художница наша известная, Лев Николаевич Ницветаев меня с ней познакомил. Ну и я ей отдала, вот у меня была целая папка детских стихов. И она в свою мастерскую их положила, и я о них забыла. И вспомнила только уже, когда они переезжали, и мне вернули эту книжку, по-моему, Лев Николаевич вернул. Я сейчас уже не помню, кто. Ну вот, так как таким образом они у меня сохранились, а так бы и этих стихов не было. Детская игра. Припомни детскую игру, когда в глаза смотрели мы друг к другу. Я все равно тебя пересмотрю, ты говорил, протягивая руку. И был тот чистый и упрямый взгляд безоблачного неба глубиной, ромашками, что на лугу пестрят, признанием неосознанным тобою. Но уходила детство полоса, забылись игры, мы другими стали. Взглянула я, а ты отвел глаза, как будто никогда ими играли. Детство. А детство порыв и каприз. Где так откровенно душа, Где мир неуклюже повис на кончике карандаша, Где необъятность объять, так хочется яростен пыл, Где фартука белая гладь сродни лебединых крыл, Где в бой рвется острое я, с ранимой хрупкой душой, Где родина только моя, а счастье такое большое. Очень хотелось мне прочесть это стихотворение, называется «Снегопад». От людей я грусть свою скрываю, И смеюсь, быть может, не в попад, Никого вокруг не замечаю, В городе сегодня снегопад. Заметет зима метлою белой Улицы, дороги и дома, Но измерить не измерить никакой меры Грусть, тоску в душе моей зима. Так смешно тепло искать под снегом, Я купаюсь в снежной белизне, Только снег со временем стал серый, Что-то не везет с погодой мне. Вот это уже, как говорится, поздние стихи, Которые уже, когда я училась в институте, я писала их. И очень интересно, вот у меня есть, Ну, это такое стихотворение, оно большое, И не буду я его читать, но называется «Подвиг летчика». Вот, и посвящается оно Юрию Козловскому, Летчику ВВС. Взяла я это из «Комсомольской правды» 4 февраля 1997 года, нет, 1977 года. И говорилось, что он, ну, прыгнул с самолета, Самолет загорелся, и вот он несколько, по-моему, Три дня на морозе смог выжить. И ему пришлось ампутировать ноги, И он так же, вот как Мелесиев, Вот смог опять вернуться в строй. Но это уже в 1977 году было, Вот об этом Летчике, то есть повторил подвиг. Я вот написала об этом, Но, конечно, я читать не буду, Потому что оно большое, Это даже как бы не стихотворение, Даже о части поэмы. Вот, наверное, это я рассказала О детском своем периоде, А сейчас вот о периоде моего творчества, Когда я печаталась вот в поэзии, в альманахе. Несколько стихотворений я все-таки прочту. Осень, слышишь ты, как ветер лис колышет, Желтый бы хромой и окаймленный, Словно мед из ложки, Осень лижет, языком холодным цвет зеленый. Ты не плачь, никто не успокоит, Забирай, что есть своя лукошка, Посмотри, рябин игрой, Что стоит осень и рубиновая брошка, Крыжей круговерти листопада, Никому нельзя быть равнодушным. Это осень, и грустить не надо, Улыбнись светло и простодушно. Ну вот, такое еще стихотворение у меня, я не знаю, я, наверное, его не печатала нигде больше, вот, кроме как и здесь, в этом альманахе. У меня очень много, кстати, таких стихов, которые я в сборник не вставила. Ну вот, я надеюсь, что мои новые книги, они немножечко поправят эту оплошность мою. Хотя стихи, я считаю, что они достойны были того, чтобы их напечатать где-то в сборнике. «Последний полет». Правда, я переделала это стихотворение, но прочитаю так, как оно было напечатано. «Облетев весь север и Камчатку, Осветив огнями небосвод, Самолет заходит на посадку, Делая последний разворот. Нулевой отметки на приборе Подбегает стрелка высоты. Вот и все, она уже в покое. Шасси коснулось взлетной полосы. Слышится, еще гудят турбины И пилот, солба стирая пот. Медленно выходит из кабины, Завершив последний свой полет. Ну, здесь у меня немножечко поправили. Летчики говорят, что пилот Никогда не выходит из кабины сразу же. Он ждет, когда самолет полностью остановится. Тогда только он выходит из кабины. Поэтому я здесь изменила эту строчку. И несколько строчек в середине этого стихотворения тоже. Ну, еще вот одно стихотворение. Оно напечатано вот в сборнике. Неоспоримо коротки, когда живые человечи, Так и тепло моей руки не будет в этом мире вечным. Мне не согреть холодный снег, Бурь не сдержать, и то простимо. Но где-то рядом человек, кому тепло необходимо. Костер души сгорит до тла, И вечный сердце жар остудит. Спешу хоть часть его тепла оставить людям. Открылось литературное объединение «Надежда». Я пришла на первое занятие. Это занятие было очень много народу. Очень много. Я бы сказала, там были и артисты, И люди творческих профессий, Журналисты. Тогда я встретила Юрия Соколова. Он тоже был на первом занятии. Юрия Фаева, ну и многих других. И после этой первой встречи, Конечно, у нас начались занятия. Александр Семенович представил себя. На второе занятие, конечно, пришло, наверное, Половина тех людей, которые заполняли этот зал. И в конечном итоге, конечно, Осталось совсем мало людей, Которые, можно сказать, так вышли в люди. Однако же, Александр Семенович Бунин Огромную роль сыграл в моем творческом становлении. Он, ну не то, чтобы он хвалил, вот, Ну, все время он меня подсказывал, Ну, конечно, где-то он и хвалил, вот, Но, тем не менее, его такое отношение ко мне, Очень доброе отношение, вот, Послужило к тому, чтобы я продолжала писать, Не забрасывала это дело, Потому что он считал, что у меня что-то получится. Может, наверное, и получилось. Вот. И когда он... А мне было трудно тогда, Потому что я училась в политехническом институте, И, конечно, серьезно думать о поэзии, Я тогда, ну, просто не то, что не хотела. Просто мне говорили, что поэзия – это дело такое, Что недоходное, как сейчас говорят. Вот. И великим поэтом будешь, не будешь, А кушать нужно всегда, И если будешь работать инженером, То у тебя будет постоянный заработок. Ну, это такая философия, Это философия наших родителей, И моих тоже, которых я очень любила и люблю. Они, в общем-то, хотели мне добра, И поэтому я считаю, что они все делали правильно. Однако же, все это как-то отложилось на мою личную жизнь, Потому что моему мужу не очень нравилось Мое увлечение поэзией. Здесь очень много было споров и раздоров. Но как получилось, так и получилось. 2005 года я стала членом Союза писателей России. У меня сейчас 11 книг и очень много публикаций. Но публикации, конечно, сюда я не смогла все поместить, Потому что их много. И даже в литературной карте нет, в общем-то, Многих-многих-многих моих публикаций. Я печаталась в журнале «Советская женщина». Стихи мои были напечатаны во всех странах. «Советская женщина» – это был перестроечный период. И в этом журнале, в декабрьском номере я напечаталась, Это был последний журнал перестроечного периода. Дальше журнала уже такого не было. Через некоторое время появился другой журнал «Женщина мира». Но он тоже недолго просуществовал. Но вот то, что мои стихи были опубликованы в этом журнале, Конечно, это большое достижение было для меня. И это неожиданно причем. Я просто зашла в это издательство, отдала все свои стихи. И когда я второй раз пришла, Они говорят, что на лицсовете все мои стихи одобрены, И они будут постепенно печататься. Но напечатала всего три стихотворения. Но опять же, видите, как сказать, что не повезло, тоже нельзя, Потому что все-таки были напечатаны. Но началась перестройка, вы сами знаете, что там было. Ну, когда еще я работала уже в перестроечное время На разных фермах, где только приходилось, в администрации, Мне удалось каким-то образом, случайно даже, В общем-то, издать вот такую книгу «Дуэт для скрипки и альта». Эта книга, в общем-то, предназначалась мне, Но я ее напечатала вместе со своим братом, Барановым Андреем. Андрей Баранов. Потому что он тоже поэт, Печатается, в общем, очень талантливый поэт. И я решила каким-то образом разделить вот такую вот с ним книгу. «Дуэт для скрипки и альта». И я считаю, что дальше у меня была серия вот таких книг небольших, Но это тоже в перестроечное время. Вот эти книги. Потом, значит, у меня, по-моему, есть вот такая вот книга. Но их, по-моему, пять или шесть книг вышло, небольших. Вот. Значит, вот эта книга «Имена» – это уже в перестроечное время. Вот. А до, в советский период, у меня очень много печаталось, По-моему, в трех или в четырех журналах, вот, «Альманах поэзия». «Альманах поэзия» – это какой год, я вам скажу? 1986 год. Вот как раз перестроечное время. И приезжал сюда, когда у меня было напечатано в одном из журналов, Приезжал Старшинов Николай, и лично вот мне вручил вот журнал вот этот «Альманах поэзия». У меня даже были его автографы, но у меня как-то не сохранилось. Да, еще что хотел сказать. Когда я поступала в Союз писателей, сначала в Ульяновское региональное отделение, а потом в Союз писателей России, И мне давал рекомендацию не только наши ульяновские поэты. Ну, это Евгений Зинович Мельников, Дворинсков мне давал, Вот, это в Ульяновске. И в Москве мне три поэта. На семинаре это Коваль Волков. У меня сохранилась его рекомендация. Это единственная рекомендация, которая у меня сохранилась. Ну, вот как-то вкратце о себе. Очень много написано у меня об Ульяновске. Потому что, хоть я родилась в Иркутске, но большую свою часть я провела здесь. Вот у меня вышел этот последний мой сборник, называется «Радуга чувств». И начинаю я его с того, что действительно иногда бывает так, что чувство просто захлёстывает тебя. Ты даже не понимаешь, говорю иногда, в каком ты находишься пространстве, что с тобой происходит. И это очень-очень странное чувство. Я даже не знаю, как это объяснить. Потому что я в такие попадала перепития. Я думала, что никогда я не выйду. Но с Божьей помощью приходилось мне всё это выдерживать. И всё у меня налаживалось. Ульяновскому тебя я славлю во все века, а не на миг. Я даже радугу заставлю играть на праздниках твоих. Ну, вот как бы эпиграф к этой книге. Вот мне очень интересно, например, вот такие вот совпадения. У нас в Симбирске родились и учились в одной гимназии. В одно время две исторических личности – Александр Фёдорович Керенский и Владимир Ильич Ленин. Ульянов. Это тоже же интересное очень такое совпадение. И я не смогла пройти мимо, написав вот такое стихотворение. Две реки текут невозмутимо, Волка величава, глубока, веками, Прославляема, любима. И есть свияга, тихая река. Важнее кто из них, понять несложно. Они с волной, беспечную играя, В направлениях противоположных Текут друг друга, дополняя. Людей великих видели на свете Немало две прекрасные реки – Керенский и Ленин. Судьбы эти по жизни словно реки потекли. Мне хотелось бы, конечно, прочитать вот те стихи, Которые у меня написаны в последнее время. Мы верим. Нам не солгали линии ладони, Пути на склоне лет сошлись, Промчались годы, Как недоикони, Воспоминания унеслись, Но мы еще не постарели, Хотя сидин, Хотя хоть и сидин прибавилось у нас, И наши души не сгорели В кострах неугасимых фраз. По-прежнему с тобой полны задора, По-прежнему с тобой мы сильны, Мы не боимся склочных разговоров, Они уйдут, Как призрачные сны. От солнечного, нежного касания Становится им мне на душе светлей, Останутся одни воспоминания, Одна от наших неудавшихся идей. Являемся на свет мы ниоткуда, Уходим тоже все мы в никуда, Но все-таки еще мы верим в чудо, И в сказки тоже верим иногда. Благодарим Елену Яговкину За участие в нашей программе. В 2019 году вышел сборник «Симбирская пристань», В котором опубликованы стихи и проза Ульяновских писателей, Членов Союза писателей России. В этом сборнике «Симбирская пристань» Есть и стихи Елены Яговкиной. Хочу прочитать одно. «Силу мужества и воли, Силу веры и любви, Дай мне, Бог, и в чистом поле Ты меня благослови. Я пойду своей дорогой В ногу и не в ногу с веком. Дай мне сил не стать жестокой, Оставаться человеком». И мы желаем Елене Александровне Яговкиной Добра, вдохновения, Новых книг, Радости, творчества. Всего вам доброго, Дорогие друзья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok